Цегламенская библиотека номер 16 подготовила презентацию «Я люблю тебя, Россия!» К дню России 12 июня. 12 июня наша страна отмечает День России. В этот день мы славим нашу Родину, страну с тысячелетней историей и уникальным наследием. Страну, объединившую на огромном пространстве множество народов и культур. Для каждого человека Россия начинается с его малой Родины. Где бы мы ни родились, где бы мы ни выросли, все это наше родное Отечество. А вместе мы один единый, могучий российский народ. Только сплоченный народ может сделать свою страну богатой, открытой миру. Только сообща можно сделать государство прочным, надежным, а страну счастливой. Что мы Родиной зовем? Дом, где мы с тобой живем, и березки, вдоль которых рядом с мамой мы идем. Что мы Родиной зовем? Поле с тонким колоском, наши праздники и песни, теплый вечер за окном. Что мы Родиной зовем? Все, что в сердце бережем, и под небом синим-синим, флаг России над Кремлем. Родина – это слово с детства знает каждый. Родина – это место, где ты родился, где ты живешь, со своими родителями, со своими друзьями. На свете много разных стран, но есть одна. От белых льдов до теплых рек раскинулась она. Посмотрите на карту мира и сравните нашу страну по размеру с другими странами. Вы видите, что наша страна, Россия, самая большая по площади государства мира. Велика наша Родина. Если сесть в самолет и пролететь над ее территорией, то можно увидеть белоснежные толщи льда Арктики. Знойные пустыни. Вольные степи и огромные поля пшеницы. Холодную тундру. Высокие горы. Могучие реки. Великолепные храмы. Гордость нашего народа – зеленый наряд леса. Мы видим, как красива и богата наша страна. Мы испытываем чувство гордости за свою Родину. За свой народ и страну. За свою землю и ее историю. Россия – моя Родина. День России или же День независимости России, как именовался этот праздник до 2002 года – это один из самых молодых государственных праздников в нашей стране. Следует отметить, что только в 1998 году Борис Ельцин предложил 12 июня отмечать его как День России. Официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда силу вступили в положение Трудового кодекса. День России сегодня – это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей, живущих в нашей стране на основе закона и справедливости. Это праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Наша история многому учит нас. Не идеализируя прошлое нашего государства, мы не отказываемся от традиций, истоков и корней. Наявляясь равноправным членом мирового сообщества, учимся понимать, что независимость и свобода – это прежде всего ответственность. Олицетворяют родную землю и ее символы. Каждое государство имеет свои символы – это герб, флаг и гимн. Символы – это знаки отличия нашей страны от других стран. Символы нашей Родины насчитывают не одну сотню лет. Первый государственный гепрессии появился в конце 15 века. Первый флаг – в XVIII веке, а первый гимн – в XIX веке. Герб – это отличительный знак государства, изображаемый на флагах и других официальных документах. В нем отражена история. Герб России представляет собой изображение золотого двуглавого орла, помещенное на красном щите. Это символ единства народов России. Над орлом – три короны. В лапах орла – скипетр, золотой жезл, и держава – золотой шар. А на груди, на красном щите – всадник, поражающий копьем дракона. Короны над головами орла рассматриваются как символы союза республик, краев, областей, из которых состоит Российская Федерация. Скипетр и держава означают сильную власть и защиту государства и его единства. Всадник на щите – не только символ столицы России и Москвы, но и олицетворение победы добра над злом, готовности нашего народа защищать страну от врагов. Наш российский флаг трехцветный. Каждому цвету придается свое значение. Белый цвет – цвет чистоты и надежды. Красный цвет крови, жизни. Синий цвет безоблачного мирного неба. Государственный флаг Российской Федерации постоянно поднят на зданиях органов власти нашей страны. Он вывешивается в дни государственных праздников, торжественных церемоний. Поднимается на зданиях дипломатических представительств России за рубежом. Флаг – наша святыня, и мы должны относиться к нему с уважением и почитанием. Гимн используется в особых, наиболее важных случаях. Его слушают и исполняют стоя. Гимн имеет огромное значение для своего народа, как в прошлом, так и в настоящем. Торжественные звуки гимна сплачивают нацию, вселяют в нее чувство гордости за свою родину, вдохновляют народ на новые свершения. Такова идея гимна. Обязательная традиция иметь в каждой стране свой герб, флаг, гимн установилась в 20 веке. Отношение к гербу, флагу и гимну – это и отношение к самому государству. Мы познакомились с государственными символами величия и могущества России. Они достались нам в наследство от предков. Какими они будут в будущем, зависит только от нас. Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Столица, главный город государства – Москва. Москва – это Красная площадь. Москва – это башня Кремля. Москва – это сердце России, которое любит тебя. Помимо традиционных символов в виде герба, флага и гимна, каждая страна имеет ряд других неофициальных символов, которые обозначают специфические для каждой страны историю, культуру и быт. Россия также имеет свои полуофициальные и неофициальные символы. Красная площадь – главная площадь нашей страны. На ней проходят военные парады и другие мероприятия. В старые времена Красная площадь выглядела иначе. На ней шла торговля. Сюда съезжались со всего города и окрестностей, чтобы купить или продать что-либо. Здесь, в ноябре 1941 года, несмотря на активное наступление фашистов и поражение наших войск, прошел ежегодный парад в честь 24-й годовщины октября. Здесь 24 июня 1945 года прошел парад победы, на котором народ-победитель нес фашистские знамена и бросал у подножия мавзолея знак полного поражения захватчиков. Здесь 9 мая ежегодно проходят парады, демонстрирующие всему миру мощь российской армии. Красная – значит красивая. Вспоминая Россию, любой человек обязательно назовет русскую березку. Для русского человека нет роднее и любимое дерево, чем белоствольная береза. Ей поют песни, складывают сказки, пишут стихи. Береза – одно из наиболее почитаемых у славян деревьев. В народной традиции береза может выступить как счастливое дерево, оберегающее от зла. А какими вениками полезнее всего париться в бане? Конечно, березовыми. Они возвращают бодрость духа и прочищают все тело от накопившейся усталости. Кроме того, береза радует глаз и душу, она еще дает и полезный сок. Русские щи. По предположению историков, это блюдо было известно на Руси задолго до ее крещения. Когда-то щами называли практически все похлебки. Удивительная особенность русских щей состоит в том, что они не надоедают даже при ежедневном их употреблении. Варят щи на мясном или грибном бульонах. Весной щи часто готовят из щавеля и крапивы. Лапти. Принято считать, что лапти – один из самых древних видов обуви. Лапти – низкая обувь, распространенная на Руси в старину, но тем не менее бывшая в широком употреблении в сельской местности до 1930 года, сплетенная из древесного лыка. Лапти бывают липовые, вязовые, березовые и другие. Валенки. Традиционная русская обувь, которая обеспечит не только комфорт вашим ногам, но и пользу. Целебные свойства волочной обуви были замечены еще во времена Петра I. Почему медведь символизирует Россию? Потому что он не просто силен, а могуч, коварен и лют. Прикажущийся нескладности и неповоротливости может быть исключительно стремительным и ловким. Медведь – это символ добродушия и ярости богатырской силы. Русских сравнивают с медведями, с одной стороны, в их нерасторопности и незлобивости, с другой – в их умении постоять за себя. Недаром именно медведя выбрали символы Малепиады, проходившие в Москве в 1980 году. Под ней он стал символом одной из ведущих политических партий России – «Единая Россия». А в 2014 году Мишка стал одним из символов Сочинской Олимпиады. Мишка – одна из любимых мягких игрушек, герой многочисленных русских народных сказок и мультфильмов. Самовар – это именно наше русское изобретение, отражающее традиции чаепития, соответствующие именно образу жизни наших людей, нигде никогда ни у какого народа этот предмет утвари не пользовался таким особым почитанием и уважением, как у нас. Русское слово «самовар» буквально означает «сам варит». Самовар несет в себе как практическую функцию, так и эмоциональную. Он является символом единения людей, собирающихся за чаем, и создает правильную атмосферу для дружеской беседы. Василёк – цветок России, он как небо, синий-синий. И ромашковое поле – символ русского раздолья. По русскому обычаю гостеприимства гостей встречают хлебом с солью. Алый шёлковый платочек, яркий сорван-цветочек. Матрёшка считается исконно русским сувениром, который стараются привезти из России иностранцы. Матрёшкой с удовольствием играют дети, матрёшки служат украшением для интерьеров. Тройка. О тройке поэты слагали стихи. Народ сочинял частушки, художники увековечили её в живописи. Тройка превратилась в достойный символ России. Олицетворяющий русскую удаль и загадочную душу. Тройка – символ русского народа и его культуры с её безудержной удалью и пронзительной реличностью. Символы России воплотили в себе историю традиций нашего народа и нашего Отечества. Мы гордимся прошлым, настоящим и будущим своей страны. Эти символы нашей Родины достались нам от предков, какими они станут в будущем, зависит только от вас. Россия – великая страна, которая имеет богатую и славную историю. Мы – граждане многоциональной страны, которые должны гордиться своей страной, её традициями, культурным наследием, любить и в минуты опасности защищать свою Отчизну. Мы – дети России, мы – надежда и будущее нашей страны. Еврей и Тувинец, Бурят и Удмурт, русский, татарин, башкир и якут, разных народов – большая семья, и этим гордиться должны мы друзья. Россией зовётся общий наш дом, пусть будет уютно каждому в нём. Любые трудности мы осилим, только в единстве – сила России. Библиографический список литературы Спасибо за внимание!